Продолжение следует... Продолжение следует... Далее проводились неоднократные метаанализы, в целом которые согласуются с утверждением. Проведение цисплатин, содержащей химиотерапии, улучшает общую выживаемость. Частота проведения нейадьюванты неуклонно растет. Так, в 2001 году он составлял 12%, а к 2019 практически 50%. Режим гемцитабин-цисплатин пришел в нейадьювант из первой линии диссеминированного уротелиального рака. Причем большинство работ с GC в нейадьюванте ретроспективны. И по сути лишь одно крупное исследование, рандомизированное, представлено египетскими коллегами, которые рандомизировали пациентов в группу GC с последующим локальным контролем в зависимости от патоморфологического ответа, либо в группу цистоктомии. Первичная конечная точка, трехлетняя выживаемость без признаков болезни. Такой экспериментальный подход в этой экспериментальной группе мало того, что не улучшил, а ухудшил эту первичную конечную точку, но в общей выживаемости статистических значимых различий не получено. При проведении поданализа коллеги продемонстрировали, что достижение полного патоморфоза также ассоциировано с улучшением отдаленных результатов лечения. Режим DOSDENSE-MVAC оказался не менее эффективен, но менее токсичен в сравнении с обычным MVAC в первой линии диссеминированного уротелиального рака, что послужило поводом к использованию данного подхода уже в нейадьюванте. Данный режим был проспективно оценен в двух исследованиях вторых фаз. В первом из них первичная конечная точка явилась в достижении немышечно-инвазивной стадии, а во втором частота полных патоморфологических ответов. Оба исследования являются позитивными. При этом частота полных патоморфозов составила 28 и 38% соответственно. Выживаемость без прогрессирования среди пациентов, достигших полного патоморфоза, значимо выше среди тех, кто его не достиг. И задаются многие коллеги вопросом, какому же режиму стоит отдать предпочтение в нейадьювантной химиотерапии? Дос Денсен-Вак или Джейси? Проведенные многократные ретроспективные анализы не продемонстрировали никакой ясности в данном вопросе, пока французские коллеги не инициировали создание исследования ВЕСПЕР, в котором включались пациенты с Т2, Т4, Н0 в группу нейадьюванта и с ПТ3, Т4 или Н0 в группу адьювантной химиотерапии. Пациенты были рандомизированы в переоперационный режим ДДМ-Вак против Джейси. Первичная конечная точка – трехлетняя выживаемость без прогрессирования во всей когорте. Факторами сертификации явилось проведение нейадьюванта, адьюванта и вовлечение лимфоузлов. Трехлетняя выживаемость без прогрессирования значимо не различалась между обеими группами в ITT-популяции. При этом при нейадьюванта в подходе режим ДДМ-Вак смог снизить риск прогрессирования на 30%. Также этот дозаинтенсивный режим улучшил частоту полных ответов и сохранение опухоли в пределах мочевого пузыря. В прошлом году представлены данные пятилетней общей выживаемости. Так же, как и с выживаемостью без прогрессирования во всей когорте больных, различий не отмечено, но в группе именно нейадьювантного подхода режим ДДМ-Вак смог снизить риск смерти на 29%. А какова же переносимость этого дозаинтенсивного режима? 58% больных в группе ДДМ-Вак и 66% пациентов в группе GC завершили полностью необходимое число курсов химиотерапии. Это 6 и 4 соответственно. Анемия, тошнота и рвота, а также остыния чаще наблюдались в когорте больных, которые получили дозуинтенсивный режим. Но это те осложнения, с которыми мы можем справиться. Исследователи провели поданализ в зависимости от того, играет ли роль кумулятивная доза цисплотина на отдаленные результаты лечения. И оказалось, что пациенты, которые получили 410 мгм2 энцисплотина и более, жили значимо лучше. То есть это те самые пациенты, которые получили 6 курсов в режиме ДДМ-Вак. Режим ДДМ-Вак, по крайней мере для нашего учреждения, стал новым стандартом в предоперационной химиотерапии. И с этим согласуются рекомендации НССН. Рекомендации ЭСМО не обновлены, они были в последний раз датированы в 2021 году. В этом году коллеги из Европейского общества онкологии и Русская несколько сдержаны в окончательном решении. Все-таки ДДМ-Вак лучше или GC. Здесь нужно подходить к каждому пациенту индивидуально. Все-таки этот режим не для всех. Американские коллеги проанализировали свою базу данных. Среди пациентов, которые получили ДДМ-Вак в качестве неодюванта. И разбили пациентов на 3 возрастные группы. Это пациенты моложе 65 лет, от 65 до 74 и старше 75 лет. Можно обратить внимание, что медиана СКФ до начала химиотерапии, естественно, была ниже в группе самых возрастных больных. Частота нежелательных явлений 3 и 4 степени. А также необходимость в проведении сплит-доз введения цисплотина была значимо выше в группе пациентов старше 75. И почечная функция их страдала значимо больше от момента начала проведения неодювантной химиотерапии. Но, что удивительно, патоморфологический ответ между этими группами никак не различался. И все же стоит ограничить введение предоперационной химиотерапии в режиме ДДМ-Вак кокортой больных до 75 лет. Пациентам более возрастной группы можно дать предпочтение в режиме АГС и сплит-доз. 60% больных в исследовании ВЕСПЕР, получившие ДДМ-Вак, достигли немышечно-инвазивной стадии, менее ПТ2. А что делать с теми больными, которые сохранили мышечную инвазию? В исследовании ЧЕКМЕЙ-274 включались больные с YPT2, T4 или N+, после неодюванной радикальной цистектомии, а также с T3, T4 и или N+, после радикальной цистектомии на первом этапе, и которые не являются кандидатами для адъювантной химиотерапии. Эти пациенты рандомизированы в группу неволумаба и в группу плацебо. Факторами сертификации явились позитивный ПДР-статус, проведение анъювантной химиотерапии, а также вовлечение лимфоузлов. Первичная конечная точка – это выживаемость без признаков болезни, которая достигла своей статической значимости как во всей группе больных, так и в группе ПДР-позитивных больных. При проведении подгруппового анализа стало очевидным, что пациенты с первичной локализацией опухоли в мочевом пузыре, без вариантных гистотипов опухоли, с ПДР-позитивным статусом, те пациенты, которые получили цисплотин, содержащую анъювантную химиотерапию, имели больший выигрыш от адъювантной иммунотерапии. В этом году на съезде Европейского конгресса онкорологов представлен первый срез данных по общей выживаемости. Пока данные не совсем зрелы, но, тем не менее, тренд в пользу улучшения общей выживаемости виден в группе неволумаба. При подгрупповом анализе общей выживаемости все те же самые пациенты получили выигрыш от проведения адъювантной иммунотерапии. Исследование Ауры, которое представлено в этом году на конгрессе АСКО, оценивало эффективность добавления иммунотерапии к неадъювантной химиотерапии сразу. Там было две когорты цисплотин подходящих и неподходящих пациентов. На второй мы пока останавливаться не будем, сконцентрируемся на когорте цисплотин подходящих больных. Эти пациенты индомизированы в две группы. В группу GC с авилумабом и в группу DDMVAC с авилумабом. Первичная конечная точка – частота достижения полного патоморфологического ответа. Это исследование по своей сути является позитивным. 58 и 52% больных в режимах DDMVAC с авилумабом и GC с авилумабом достигли полного патоморфоза. В этом году представлены отдаленные результаты лечения. Общая выживаемость, как бессобытийная, так и общая, выше в группе пациентов, которые получили DDMVAC с авилумабом, против GC с авилумабом. Да, пока эти различия не имеют статистической значимости, мы будем ждать новые обновленные результаты этого исследования. Но, тем не менее, дельта в 20% в общей выживаемости заставляет задуматься над тем, что все-таки DDMVAC эффективнее. Возможно, все-таки из-за своей кумулятивной дозы цисклотина. А может нет, не знаем. Итак, кто же этот пациент – идеальный кандидат для предоперационной химиотерапии? Это пациент с уриталиальным раком. Допускается включение больных с вариантными гистологическими по типам, если они составляют менее 50%. Клинические – это 2, 3, 4, A, N0, N1. Этот пациент должен быть кандидатом для радикальной цистектомии, ЭКОГОМ-01, клиренс кретинина более 50% и все-таки пациенты до 75 лет. После проведения неадьюванта пациентам показано проведение радикальной цистектомии, а далее мы смотрим на оценку патоморфоза. В случае достижения полного патоморфоза и немышечно-инвазивной стадии эти пациенты могут спокойно наблюдаться, их результаты шикарны. А в случае, если сохраняется мышечная инвазия или у пациента есть опухоль в клетке в лимфоузлах, таким пациентам мы должны рекомендовать адъюванную терапию неволумабом. На текущий момент на базе Дмитс-онкологии Неблохина проходит наблюдательное исследование по оценке эффективности режима DDM-VAC в качестве стандарта предоперационной химиотерапии. С сентября 2022 года по настоящее время набрано 27 больных, 25 уже проведена цистектомия. Пока мы не можем похвастаться какими-то зрелыми данными, поэтому стоит ожидать в дальнейшем первый срез данных нашего наблюдательного исследования. Спасибо. Аплодисменты